Со стороны не особо далеких чиновников, от государства вам ничего не должно, да можно прожить и на макарошке, наконец-то прозвучало то, что объединяет всех этих слуг народа. Бедным и нищим необходимо еще уменьшить потребление, а государству сократить социальную поддержку населения. Все это якобы ради светлого будущего российской экономики. Это сухой остаток на Царьграде, меня зовут Юрий Пронько, здравствуйте. Именно такими заявлениями отметился на днях министр экономического развития России Максим Орешкин. По его мнению, только сокращение потребления и социальной поддержки населения могут привести нас в светлое будущее. Когда я услышал слова господина Орешкина на втором Столыпинском форуме, ушам своим не поверил. Оказывается, политика жертвования, которую призывает высокопоставленный чиновник, отвечающий, кстати, за развитие страны, это единственный вариант, который позволит отечественной экономике совершить рывок. По словам министра, цитата, экономический рост, рост производительности труда – это не то, что тебе повысили зарплату, или у тебя в два раза людей стало больше работать. Нет. Ты с текущим уровнем доходов должен делать на 10-20% больше. Конец цитаты. Экономика для бедных должна быть экономной. Это олигархи и чиновники могут жить припеваючи, а обычный человек должен больше работать процентов так на 20 за те же деньги и не роптать. Но на этом Орешкин не унимается. Он убежден, что у российских семей имеются резервы, и им есть куда еще затягивать пояса – жертвовать своим настоящим ради будущего экономики. Ведь в том же Китае, заявил глава Минэкономразвития, это уже сделали. Меньший уровень текущего потребления, меньший уровень социальной поддержки населения – это жертва, которую господин Орешкин предлагает заплатить каждому из нас ради призрачного будущего. Еще раз, меньший уровень текущего потребления, меньший уровень социальной поддержки населения – это жертва ради будущего экономики. Цитата этого деятеля. Лжет, господин министр. Потому что исходные позиции у простых людей и слуг народа, мягко говоря, разные. Так, например, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов за последние пять лет заработал свыше 230 миллионов рублей. Человек ни дня не работал в бизнесе исключительно на госслужбе, но имеет более чем приличные доходы, когда в стране медианная зарплата составляет менее 20 тысяч. Или бывший министр обороны, а ныне ответственный за всю отечественную самолетостроительную отрасль Анатолий Сердюков. Только за прошлый один год заработал 213 миллионов рублей. Я уже молчу про госолигархов типа Грефа, Костина, Миллера и же с ними, у которых годовые доходы исчисляются миллиардами. Кому Орешкин предлагает затянуть пояса? Главе госпредприятия Почта России Подгузову, где сотрудники получают копейки, а руководитель покупает квартиру в центре Москвы стоимостью в 1 миллиард 200 миллионов рублей. В стране шестой год подряд падают доходы у населения. Такого не было даже в 90-е. А министр развития, развития предлагает сократить потребление. Две трети населения в нищете. Им денег хватает исключительно на поддержание физиологических потребностей. Порой у них нет возможности даже сносно питаться. Треть страны не может позволить себе две пары сезонной обуви. Более 20 миллионов погрязли в нищете, но ради светлого, настоящего и будущего офшорных олигархов и их чиновников-покровителей мы с вами должны сократить свое и без того минимальное потребление. Более того, по Оришкину государство, ради опять-таки светлого будущего, тех, кто вывел из страны за четверть века более триллиона долларов на запад и в офшоры, обязано урезать социальную поддержку населения. Этот человек в своем уме, когда произносил эти слова. Это вопрос не риторический. Или он так действительно считает? Ну нельзя объединять простых людей с олигархами, имеющими двойное-тройное гражданство и счета в иностранных банках. У этой модели нет будущего, тем более светлого. Эта модель уже сейчас гробит нашу страну. Министр экономического развития Максим Орешкин предложил реализовать в России китайский вариант сократить потребление и социальную поддержку ради будущего экономики. Однако Поднебесная уже давно идет в противоположном направлении, увеличивает пенсии, сокращает налоги, стимулирует внутреннее потребление. О каком будущем рассуждает российский министр, если население страны и так сокращает свое потребление до минимума, а государство урезает социальные расходы? Орешкин запамятовал о тех позорных решениях, которые были приняты в рамках так называемой пенсионной реформы, например, в отношении работающих стариков и инвалидов. Российским гражданам больше некуда затягивать пояса. Но такая возможность имеется у тех, кто загреб активы России в свои не очень чистоплотные руки и продолжает дербанить страну и ее богатство. Может, пора уже ввести жесткий валютный контроль за выводом капитала, например, из страны, прогрессивную шкалу налогообложения на сверхдоходы, чтобы не тронуть средний класс, и заставить офшорную аристократию работать в интересах своей страны, а не государств, перед которыми они испытывают комплекс неполноценности. Подобных инициатив, к сожалению, я не слышу ни от министра экономического развития России, ни от его коллег по правительству. Это «Сухой остаток» на Царьграде. Меня зовут Юрий Пронько. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова